Мы продолжаем изучать исследования таргетных препаратов. Евгений Научименитов расскажет нам о важных аспектах исследования таргетных препаратов. Добрый день. Ну, вообще, наверное, самое-то главное, действительно, вот у нас уже несколько докладов прошло, особенность цитостатических препаратов, особенности таргетных препаратов. А что вообще вкладывается в это понятие? На самом-то деле здесь грань достаточно условная. Цитостатические препараты, ну, им определение сложно дать, но так или иначе, это химические вещества, которые воздействуют на какие-то существенные функции опухолевых клеток. Честно говоря, иногда в качестве синонима можно говорить функции делящихся клеток, потому что огромное количество цитостатических препаратов так или иначе воздействует на процессы деления. И все-таки это воздействие в определенной мере, конечно, имеет широкий спектр. Ну, например, там фторурацил, один из старейших препаратов, аналог, основание, ДНК. Ну, соответственно, он влияет на метаболизм нуклеиновых кислот, РНК, ДНК, даже по названию, в общем-то, это понятно. Таргетные препараты – это те препараты, которые воздействуют на определенную молекулу. Но и те, и другие препараты, и цитостатические таргеты могут быть созданы сознательно. Вот мы знаем мишень, и к ней подобрали ингибитор. А могут быть созданы эмпирически. Аспирин – прекрасный пример таргетного препарата. У него мишень – циклооксигеназы. Первая и вторая. Совершенно можно допустить о том, что такой бы препарат создавался сознательно. В этом ничего такого нет. Поэтому вот эта грань, она очень условная. Второе заблуждение. Есть заблуждение, что у нас таргетные препараты действуют специфически, а цитостатические препараты нет. Я уже говорю под словом специфичность. Я понимаю не воздействие на какой-то конкретный фермент. Это никого не волнует. Я подразумеваю воздействие на опухоль. Где у нас терапевтическое окно? Воздействие на опухоль и нормальную ткань. И посмотрите, здесь тоже есть примеры совершенно уникальные. Препараты платины и наследственные раки. Цисплатин – один из самых старых цитостатиков, производная платины, которому давно уже потеряли интерес. Он слишком старый. Но у него уникальное терапевтическое окно. Потому что именно наследственные раки, у которых есть мишень, есть дефект в гене БРК-1, это то, что теперь называется синдромом Анжелина-Джолия. Наследственный рак молочной железы, наследственный рак яичника. Там уникальное терапевтическое окно. И опять же, в результате лабораторных экспериментов, это не случайная находка, удалось показать, что именно для таких раков цисплатин является препаратом выбора. И вот здесь как раз специфичность и гарантированность этого эффекта, она колоссальная. Она ничем не отличается от показаний для таргетных препаратов. И другое. Сейчас много препаратов, которые называются таргетными. Они были созданы сознательно. Но я позволю себе усомниться, что у них действительно специфический механизм действия. Ну, посмотрите, например, ингибиторы фермента МТОР, их несколько. Они не только в онкологии применяются. Они еще применяются для того, чтобы вызывать иммуносупрессию у тех пациентов, которым будут пересаживать органы. Это можно считать специфическим противоопухолевым действием? А все, кто работает с этими препаратами, знают, что, конечно, воздействие на иммунную систему – это серьезная проблема. Ингибиторы циклинзависимых киназ. Целый ряд других препаратов подобных действий. Но если вы посмотрите спектр их побочных эффектов, так он абсолютно такой же, как у цитостатиков. Нейтропения, диспептические явления, рвота, усталость. Все то же самое. И проценты те же самые. Почему? Потому что препараты создавались как ингибитор определенной молекулы, которая играет… Что не так, подскажите? Неужели не слышно? Я думаю, что если микрофон выключить, будет лучше. А, ну вот. Так вот, если… Так вот, целый ряд препаратов, которые действительно являются таргетными, они сознательно созданы, у них есть молекулярная мишень. Но смысл их действия абсолютно такой же, как вот с тассическими препаратами. Поэтому спектр побочных эффектов, то, что мы называем специфичность, не специфичность, это то же самое, что при применении таргетных препаратов. Поэтому одно самое главное. Никоим образом, мне кажется, не имеет смысла учитывать, когда решаются вопросы регистрации, целесообразности и так далее, как мы называем препарат – таргетный или цитотоксический. Главный результат. Название класса этого препарата, на мой взгляд, не имеет ни малейшего значения. Конечно, здесь есть самое интересное, о чем уже Константин Константинович говорил. Самое интересное, конечно, то, что сейчас есть онкология, это препараты с гарантированным механизмом действия. И гарантированный механизм действия – гарантированный эффект. Это, как правило, там, где есть абсолютно дискретный тест. Либо да, либо нет. И вот в данном случае мутация, чем отличается от экспрессионных характеристик? Она либо есть, либо нет. И если она есть, то меняется конформация белка, качественное отличие мишени. И тогда эффект гарантирован. Но на самом-то деле за последние 10 лет и мутации таких много появилось, и препаратов таких много появилось. И это действительно совершенно другая культура работы, когда, по сути дела, лабораторное заключение является руководством к действию. Это самое главное, что есть во всем обследовании пациента. Ну и тут на самом-то деле очень много подводных камней, опять же, связанных отчасти с особенностями регуляторными. Я просто приведу вам примере. Ну, казалось бы, я упрощаю. Мутация либо есть, либо нет. Но это частые мутации, которые попадают в поле зрения следователей. А если эта мутация редкая? Ну, посмотрите, это пример, который я с удовольствием показываю. Очень хорошо известно, что мутации в рецепторе эпидермального фактора роста, они ассоциированы с гарантированным ответом на ингибиторы. Гифитинип, эрлатинип, сейчас еще другие появились. Но это те мутации, которые называются делеция. Это несколько нуклеотидов, несколько аминокислот белок теряет. За счет этого он меняет свою конформацию и гарантированный эффект препарата. Но есть редкие мутации, они называются неделец, а ансерц. Это наоборот, не минус 5 аминокислот, а плюс 5 аминокислот. Эти мутации не попали в клинические испытания, потому что они редки. Любую тест-систему коммерческую возьмите, она их просто не видит, не выявляет. А они отвечают на терапию или нет. Вот посмотрите, какой ценой даются эти знания. Вот в это исследование, это наша инициатива. Здесь ни фирмы, никакого не было влияния, назовем, заинтересованных ли сторон. Это просто наша инициатива. У нас в скрининге на мутацию здесь 2474 пациента с аденокарциномой легкого. Не рак легкого, а именно аденокарцинома. Четыре пациента имеют инсерцию. Из них троих удалось проспективно попытаться полечить ингибиторами GFR. Есть эффект. Ну и, к сожалению, вот вся современная онкология состоит из таких мозаик. Вроде бы интуитивно все понятно, но, по крайней мере, регистрировать же это показания не будешь, потому что это же абсурд. То же самое с ингибиторами БИРАФ, то же самое с целым рядом других ситуаций. Еще иногда, в общем-то, дело не только в науке. Я сознательно остановился на другом тесте, на микросателлитной нестабильности, потому что это не только история онкологии, это история науки вообще. Есть такая необычная разновидность опухолей. У них дефект репарации ДНК, особого модуля репарации. В результате клетка накапливается тысячей мутаций и становится очень иммуногенной. В соответствии с механизмами здесь хороший эффект оказывают иммуномодуляторы. И это первая за всю историю онкологии регистрация препарата, когда зарегистрирован не тип опухоли, а ее молекулярный контекст. Микросателлитная нестабильность может встречаться при раке толстой кишки, при раке яичника, при раке эндометрия, при раке мочевого пузыря. Как регистрация выглядит? Неважно, в каком органе вы видите микросателлитную нестабильность, вы можете применять препарат, от него ожидается высокий эффект. А как определять микросателлитную нестабильность? Те, кто работают в молекулярной онкологии, они знают, что вообще-то стандартом является так называемая БТСД, это где находится штаб-квартира Национального ракового института США. И именно в этом городе собралось совещание, которое собрало специалистов, которые изучали этот тест, и пришли к выводу, что этот тест включает несколько маркеров, и в результате по ним высчитывается определенный индикатор. Сколько маркеров повреждено, сколько нет. Как это практически делать? А дело это непростое. Ну вот посмотрите, вот здесь простенький маркер, вот здесь вы можете сказать, что вот этот фрагмент отличается от этого, это очевидно. А вот здесь это то же самое, это действительно у нас повреждение, или это у нас артефакт эксперимента. Сложно сказать. Именно подобные тесты лежат в основе общепринятой панели. На самом-то деле здесь ситуация хуже, потому что тот феномен, который называется микросателлитной нестабильностью, был открыт четверть века назад. Мигель Перуччи является автором этой работы. Он попытал, это было открытие, настоящее открытие на тот момент, описать принципиально совсем другой новой разновидности патогенеза рака. Он отправил свою статью в очень престижный журнал, к сожалению, получил негативную рецензию, отправил в другой журнал, опубликовал, и в это же время похожая работа вышла в другом журнале. Оказалось, что автором второй работы является рецензент той статьи, которую опубликовал Мигель Перуччи. Это такие случаи, к сожалению, в академической науке бывают. Современная наука – это очень конкурентная область. Но это единственный случай, когда подобная ситуация вылилась на странице официальной печати. Потому что, посмотрите, в данном случае Джон Мэддокс – это главный редактор журнала Nature, самый престижный журнал в мире. Даже он признал, что был конфликт интересов, потому что в этом доля правды есть. Но какой побочный эффект этой истории? Она же носила характер, связанный с академической наукой, этики в науке, все что угодно, но не клиники. А в результате вот этого как раз и собралась Бетезда панель, потому что нельзя же опубликовать одну и ту же работу. Появилось несколько разных альтернативных методик выявления микросателлитной нестабильности, сделав этот тест крайне невоспроизводимым. И на самом-то деле то, что сейчас есть, анализ мононуклеотидных маркеров, которые открыл Мигель Перучча, до сих пор не является стандартизованным официальным тестом. Если раньше эта вещь была достаточно условная, то теперь, получается, препарат есть более или менее внятной методики, которая не зывает никакой дискуссии, которая принимается медицинским сообществом, ее-то нету, препарат есть, а теста нету. И здесь, в общем-то, с этим надо жить. Конечно, это вызывает определенные трудности. Другой интересный пример. Наверное, у нас только в стране количество женщин, которые применяют тамоксифен после операции по поводу опухоли молочной железы, превышают сотню тысяч, несколько десятков, а может быть, даже почти две сотни тысяч, если исходить из встречаемости заболевания. Принимать тамоксифен или нет, решение, само решение основывается на тесте на экспрессию рецептора эстрогенов и прогестеронов. А вот этот счет, по которому работают морфологи, восьмизначная система, он создан на основе клинических исследований. А посмотрите, как вообще эта шкала появилась. Это те пациентки, которые их прооперировали по поводу рака молочной железы, и они в течение нескольких лет после операции применяли тамоксифен. А дальше, по этому счету, вот у нас ноль, единицы здесь нет по определению, потому что сумма 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Что видно, что у тех пациенток, у которых высокий уровень экспрессии, у них тамоксифен действует. Такой вывод. А там, где нет экспрессии, там от тамоксифена нет никакого толку. А действительно ли дело в тамоксифене? Может быть, просто у этих пациенток биологическое поведение опухоли более агрессивное, а у этих нет? Здесь же контроля нет и быть не может, потому что единожды появился тамоксифен в качестве стандартного лечения. Вы же не можете вот этим пациенткам для эксперимента отказать в адювантном лечении. Вот и получается. У нас один из самых известных тестов, который является азбукой в онкологии. Он-то зарегистрирован на основе здравого смысла, а не на основе рандомизированных клинических испытаний. Выводы. Все-таки рандомизированные испытания нужны для того, чтобы сравнивать сравнимые. Если эффект есть, если это редкая категория пациентов, если это патогенетически понятный механизм действия, мне кажется, по крайней мере, что увлечение рандомизированными испытаниями излишнее. Они скорее наносят в некоторых контекстах вред, а не пользу. Ну, например, посмотрите. История ингибиторов ЭДЖФР. Гефетиниб и эрлатиниб. Фактически рандомизированные испытания задержали сужение показаний к препарату. То есть до того, как были закончены рандомизированные испытания, по идее, все пациенты с раком легкого должны были принимать подобные препараты во второй линии. Сейчас это уже воспринимается как архаизм. Следующий момент. Конечно, в общем-то, поиск редких пациентов – это не только проблема, но это интересная задача. Но вот мне кажется, что именно умение включать в исследование редкие патогенетически обоснованные категории пациента – это какой-то знак качества. Будь то учреждения или те, кто создают и испытывают этот препарат. Спасибо за внимание. Спасибо. Потому что я согласна, что не всегда показателем качества клинического исследования является его масштаб. Поэтому я думаю, что мы тоже будем по этому пути продвигаться, когда есть когортные исследования, просто смотря какое их качество по другим критериям. Можно я спрошу не по теме, поскольку я просто увидела среди докладчиков, нет такой темы. А меня вот интересует ваше мнение, как специалиста, вакцины противоопухолевые. Можно? Извините, что не по теме. Во-первых, вакцины противоопухолевые имеют право на существование как концепция, равно как раз есть иммуномодуляторы, то могут быть и вакцины. Второе, в принципе, есть прецеденты, когда, ну, например, вакцина для лечения рака простаты, она в Соединенных Штатах зарегистрирована. Просто это та вакцина, которую надо готовить для каждого пациента, и логистика этого процесса такая, что не позволяет вынести этот процесс за пределы Соединенных Штатов. Но эффект вот того, что есть, он пока очень пограничный. Там те же проблемы. Мизерность эффекта, достаточно дорогая процедура получения подобных препаратов, логистически очень громоздкая, она персонализированная. И, ну, самое главное, что пока то, что и нет критериев отбора пациентов. То есть, когда в среднем, то получается эффект мизерный, а у кого-то, конечно, эффекты потрясающие. Потому что все равно это не отрицает того, что, допустим, в 80-е, когда популярно это было направление, и публиковали такие работы, самые эффективные коллективы, они показывали случай излечения от рака в результате вакцинации. Но, опять же, проблема, что, получается, нет критериев отбора. Но в целом, вот что обычно всех пугают, говорят, ну, это невозможно делать. Вакцину надо каждому конкретному пациенту получать. Это так громоздко, это невозможно. Но что может быть сложнее, чем операция, где собираются одновременно полтора десятка специалистов и делают действительно индивидуализированную процедуру. Если бы вакцины обладали таким же очевидным эффектом, конечно, бы это не казалось лишними затратами. Вы все-таки... Вы все-таки по этим раздемитированным исследованиям? Нет, я так не могу... Я попробую ответить на... Рандомизированные исследования нужны, когда мы действительно сомневаемся, какой препарат лучше. Ну, как раз вот в этом плане препараты, которые ориентированы на мутации, вот тут, мне кажется, как раз ситуация другая. Мы знаем, что, допустим, если мы возьмем 10 человек на стандартное лечение меланомы, то в лучшем случае какой-то эффект будет у одного из них, а, скорее всего, никакого. Если мы берем те же 10 человек и видим явный эффект от назначения препарата, я говорю, ну, берав мутации, допустим, берав ингибиторы, ну, мне кажется, что если мы у 9 из 10 зарегистрировали эффект, даже без рандомизации, ну, это уже достаточно сказать, что происходит что-то необычное. Не забываем. Не забываем, но... Обязательно, кажется, на умолек. Мы должны были лечить 100 больных, а мы лечим 5. Потому что мутации. Да, 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 да. Я предлагаю профессора Единице и вашу сеть. Это уже очень хорошо. Спасибо. Янович, можно небольшой вопрос из тоже такой рутинной практики и общения со спонсором? Потому что мы действительно с вами пытаемся создать какой-то такой алгоритм скрининга пациентов, чтобы действительно выполнять полную панель. И вот Владимир в этом отношении нам помогает с компанией Quintails. Что вы думаете по поводу того, что молекулярно-генетический анализ, иммуногистохимия, как-то вот эта рекомендация выполнения именно иммуногистохимии для определения маркеров, как регламентируется вот это все сейчас? Потому что у нас есть, например, требования от спонсора, чтобы выполнялся обязательно только иммуногистохимический анализ, а не МГА, для определения там алкомутации. Ну, опять же, значит, я могу ссылаться на свои знания. На самом-то деле иммуногистохимия изначально доминировала в исследованиях таргетных препаратов. Самое главное – это абсолютно доступный метод. Если есть лаборатория морфологии, будет иммуногистохимия. Потому что разницы никакой. Вы взяли тот же срез, просто добавили к нему антитела, но это абсолютно процедура стандартная. И дальше та же визуализация. То есть ничего не нужно. Ну, допустим, пионеры, в общем-то, создания таргетных препаратов. Я ссылаюсь, допустим, на Денниса Слемона, создателя герцептина. Наверное, более авторитетной фигуры в клинической онкологии нет. Он говорит, это была ошибка. Мы заведомо пошли на метод, который хуже воспроизводимый, потому что в иммуногистохимии есть ограничения, которые связаны и с тем, что разные центры невозможно добиться одинакового качества морфологического материала в стране. Самое главное, там нет встроенного контроля. И второе, там все-таки оценка субъективная. Интенсивное окрашивание, слабоинтенсивное и так далее. Здесь невозможно никогда не достичь никакой воспроизводимости. Там, где можно иммуногистохимию заменить на молекулярный тест, это лучше. Потому что молекулярные тесты, первое, они имеют встроенный контроль. В отличие от иммуногистохимии. По своим операционным, техническим характеристикам. И второе, они тебе цифру выдают. Если все правильно делается, и вы знаете, у нас опыт есть. Если две лаборатории работают в разных странах, и никогда друг друга не видели, но при этом при одной методике всегда будет одна и та же цифра. И у нас есть такой опыт на самом-то деле. По иммуногистохимии такого не будет никогда, потому что это не заложено возможности метода. Там, где есть возможность замен, я считаю, что к этому надо стремиться. Там, где нет такой возможности, надо жить с тем, чем есть. Спасибо большое, Геннадий Иванович. Вопросы какие-то, Зол? Создаем рабочую группу. Да. Я вынужден извиниться. Мне надо будет на время уйти на другую сессию, чтобы там тоже сделать доклад, но потом я вернусь. Спасибо большое. Спасибо.